Серафим Ефимович Жарков Серафим Ефимович и рад бы забыть ужасы войны, но они слишком отчетливо врезались в память. В 38-м юношу призвали на срочную службу, в 40-м демобилизовали. Учеба, работа и тут война. Воспитателю на режимном объекте дали бронь. Ненадолго, всего до сентября. Распределили в Казахстан, а оттуда уже в 43-м он подал рапорт с прошением отправить на фронт. Так и оказался на передовой. Они в нас стреляют, мы в них стреляем. Вот там сколько уже там я убил, я сейчас сам-то не знаю. И сколько наших там побили. Два-три сухарика в день и котелок воды. Бои на Украине в районе реки Меус были самыми страшными, признается Серафим Ефимович. Ежедневное ожидание смерти. И каждый раз пуля пролетала мимо него, унося жизнь товарища. Окоп и война – это самое страшное дело. Мне бы лучше идти в атаку, чем сидеть в этом окопе. Понимаешь? Все открыто. И никуда ты не выглянешь весь день. Должен прикован сидеть. А встал тебя уже нет. Поднял голову, раз ты снайпер сбил. День Победы Серафим Ефимович встретил в Фергане. Послевоенная жизнь для него легкой не была, но на нее он жаловаться не привык. Говорит, никогда не сидел на месте. Общий трудовой стаж – более 80 лет. Да и в целом он человек богатый. Шестеро детей, около 30 внуков. А правнуков и вовсе пересчитать непросто. До 80-летия Победы. Хочу дожить. Хочу посмотреть, что же будет дальше. Ветеран робко строит планы на будущее. О помощи не просит. Хотя был бы не лишним слуховой аппарат и пандус у подъезда, чтобы прогулки на свежем воздухе были чаще. Ведь он – солдат Победы, как никто другой заслужил право наслаждаться мирным небом.